Лирика появилась еще в Древней Греции. Лирическую поэзию декламировали либо пели. Пение было сольное или хоровое. Древние римляне позаимствовали у греков не только философию, науку и искусство, но и переняли традиции лирической поэзии. В Риме появились великие поэты Гораций, Катул, Вергилий, Овидий, Марциал, Федор и другие. Гай Валерий Катул прожил недолгую жизнь. Умер он совсем молодым, 30 лет от роду. Он успел оставить нам совсем немного текстов, всего около 116 стихотворений. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы обессмертить имя поэта. Катул принадлежал группе поэтов, которых политик и оратор Цицерон в насмешку называл неотериками, то есть новыми поэтами. Неотерики использовали малые жанры, например, эпиграммы и элегию. Они презирали общественные темы в поэзии и вполне удовлетворялись частной жизнью. Большинство стихотворений Катулла вдохновлено любовью к знатной римлянке Клодии, которую он воспевал под именем Лезбия. Это имя появилось не случайно. На острове Лесбос жила знаменитая греческая поэтесса Сапфо, так что поэтическое имя своей возлюбленной, Лезбия, Катул взял с оглядкой на греческую традицию. Рассмотрим одно из стихотворений Катулла. Если желание сбывается свыше надежды и меры, счастье нечаянного день благословляет душа. Благословен же будь день золотой, драгоценный, чудесный, Лезбии милой моей, мне возвратившей любовь. Лезбия снова со мною, на что не надеялся, сбылось. О, как сверкает опять великолепная жизнь, кто из живущих счастливе меня, и чего же мог бы я пожелать на земле? Сердце полно до краев. Первые встречи влюбленных были радостны и сулили большое счастье. Потом начались подозрения, укоры в неверности, вспышки ревности, размолвки и, наконец, разрыв. В своих стихотворениях Катул выражает предельно искренне всю гамму проявления любовного чувства к своей музе. «Нет, ни одна среди женщин такой похвалиться не может. Преданной дружбой, как я, Лезбия, был тебе друг. Крепче, чем у за любви, что когда-то двоих нас вязали. Не было в мире еще крепких и вязущих уз. Ныне ж расколото сердце, шутя-то его раскололо. Лезбия, страсть и печаль сердце разбили мое. Другом тебе я не буду, хоть стала б ты скромную снова, но разлюбить не могу. Будь хоть преступницей ты». Если сопоставить лирику Катула со стихами его греческих поэтов-предшественников, бросается в глаза его новаторства. Если для греческих поэтов любовь – игра, она всегда сопровождается легкой иронией, то в стихотворениях Катула она всегда серьезна, искренно, торжественна и нередко трагична. Конечно, в этом случае любое подозрение в неверности – это катастрофа для лирического героя. Некоторые стихотворения Катула посвящены дружбе. Дружба для поэта – это родство душ, общие идеалы, верность друг другу. «Нет, не надейся приязнь заслужить и признательность друга. Благочестивой любви лучше в награду не жди. Неблагодарность царит, добро не приносит награды. Где уж награды? Добро горечь родит и тоску. Так и со мною, врагом моим злейшим и самым жестоким, тот оказался, кому другом и братом я был». Другим выдающимся римским поэтом того времени был Гораций. В отличие от Катула, писавшего о своих личных интимных переживаниях, Гораций предпочитал темы общественно значимые. Гораций оставил довольно много произведений, объединенных в несколько сборников. Талант поэта ценил знаменитый меценат, богатый покровитель деятелей искусства, имя которого стало нарицательным во многих языках. Гораций входит в кружок мецената, где заслуживает его расположение и становится его другом. Возможно, благодаря общению с меценатом Гораций становится убежденным защитником императорской власти и поклонником первого римского императора Октавиана Августа. Вместе с тем Гораций вошел в историю литературы и как выдающийся сатирик. В своих сатирах он выступает против гражданской войны, приносящей лишь несчастье стране, клеймит моральные пороки современного ему общества. Поскольку недостатки имеют все люди, исправление общества Гораций призывает начинать с себя. В его стихах содержится требование строго относиться к собственному нравственному облику и выступает за так называемую «золотую середину». Это словосочетание стало крылатым. Оно обозначает чувство меры, душевное равновесие, жизнь бескрайностей. Гораций помнит о смерти. Человеческое тело умирает, а душа продолжает существование. Из этой мысли рождается одно из его самых знаменитых стихотворений – Ода Кмельпомения. Ода Кмельпомения. Создал памятник я, бронзолитой прочней. Царственных пирамид выше поднявшийся, ни снидающий дождь, ни аквелон лихой, не разрушит его, не сокрушит. И ряд нескончаемых лет, время бегущее. Нет, не весь я умру, лучшая часть меня избежит похорон. Буду я вновь и вновь восхваляем. Доколь по Капитолию жрец верховно ведет деву безмолвную. Назван буду везде там, где неистовый Аффит ропщит, где даван скудной водой царем был у грубых селян. Встав из ничтожества, первым я приобщил песню Иулии к италийским стихам. Славой заслуженной Мельпомена гордись, и благосклонная ныне лаврами Дельф мне увенчай главу. В стихотворении Гораций славит поэзию, которая принесла ему вечную поэтическую жизнь и любовь богов, благодарит Мельпомену, музу серьезной поэзии, предрекает своим стихам большое и долгое будущее. Так и случилось. Темы и образы, созданные Горацием, были подхвачены многими поэтами в более позднее время, такими как Ломоносов, Державин, Пушкин, Бродский, Высоцкий.